Доброе утро дорогие друзья! Ряд стартов, ну таких интересных и коммерческих, которые пройдут в Мурманской области, то что касается России, ну я думаю еще практически до конца апреля, там 27-26 будут заключительные старты. Еще побегают немножко? Да, официальный чемпионат России уже завершен и Кубок России завершен, будет подведение итогов, 19-20 апреля будет президент Федерации и тренерский совет, где объявят какая территория выступила и какое место. А то есть сейчас об этом сказать пока рано, баллы еще не подведены, не подсчитаны итоги? Да, итоги сейчас подводят, получается более 80 территорий участвуют в розыгрыше Кубка России и комплексном зачете. Так что будем ждать 20 апреля, но скажу, что... Но шансы-то у наших... Шансы есть, я думаю, что мы будем в числе лидеров и надеюсь, что... Просто еще один вопрос, где вот сейчас вот задумался, а вообще есть какие-то территории, какие-то регионы, от которых лыжников вообще нет? Ну, я думаю, есть. Есть? Да, но такие как... Не буду говорить какие, но у нас же есть южные территории, где там снега практически может и не бывает. Так, ладно, хорошо. Все Россия знает, Югра по-особенному гордится триумфальным сезоном Сергея Устюгова, но а в чем секрет такого длительного успеха? Сезонного успеха. Да. И яркая точка, опять же, была поставлена, я бы даже сказал, восклицательный знак на Егорском лыжном марафоне. Ну, это... Не один год Сергей тренировался и пытался добиваться определенных результатов. Я думаю, он только в начале пути того, чтобы добиваться там много целей... То есть не предел? Я думаю, что нет, это только начало. С моей точки зрения, как дальше судьба ляжет, это уже второй вопрос. Но у Сергея очень огромное желание добиваться других результатов. И есть непокоренные вершины, которые надо преодолевать. И его возраст позволяет. И он только-только начинает для лыжного спорта это начало показывать хорошие результаты, отличные результаты. А вообще, вот насколько сложно эмоционально выдержать сезон вот таким вот, прям вот... Ну, чтобы и держать уровень побед, опять же. Я думаю, это не сложно. Главное, чтобы у вас было, у любого человека, который хочет бороться и завоевывать медали, было желание побеждать, любить свое дело. Если бы ты с любовью подходишь, и тебе не страшно ни 50 километров, ни 70, ты любишь, это твое любимое дело. Ты получаешь от этого удовольствие. Ну, можно же сказать, что успех Сергея – это успех команды всей. А каким в целом был сезон для югорских лыжников? Кого еще можно отметить? Ну, Сергей, я думаю, затмил всех. Ну, с ним соревноваться было сложно, конечно. Да, ну, это, я говорю еще раз, это не за один год, это вот с детства практически. Вот, например, девчонок можно отметить? Ну, конечно, и Полина Кальсина, и Мария Гущина, в принципе, они постепенно поднимаются, показывают результаты в пятнашке и в двадцатке на Кубках мира. Здесь были в тройке на чемпионате России. И по сезону, в принципе, неплохой сезон. Не хотелось бы останавливаться на наших временно отстраненных спортсменов. Конечно, я отрицательно отношусь к тому, что, ну, несправедливо их отстранили. И ребята, ну, спортсмены век короткий, они должны показывать результаты. Ребята и девчата были настроены на это дело. Я надеюсь, что все разрешится в лучшую сторону. А так у нас, конечно же, есть проблемы, я скажу. Но об этом это, если честно говорить, я думаю, от этого хуже не становится. Ведь если умалчивать, мы сами понимаем, да. А все-таки в чем они? Ну, то, что касается молодых спортсменов, конечно же, хотелось, вот мне как вице-президенту и главному тренеру, хотелось, чтобы как можно больше ребят выступало и на перенстве округа, и на перенстве города, по нашему округу. Ну, хотелось бы увеличить эту численность. А что они не заявляются или их просто по себе мало? Нет, причин много. У нас каждый год рождается очень много ребятишек и девчонок. И все приходят и хотят заниматься. Конечно, там 20-30 лет тому назад у нас было только там несколько секций. Это лыжные гонки, бокс, там, и борьба. А сейчас выбор намного больше. И здесь должна быть работа тренеров, которые работают на местах, она должна быть более активной. Вот мне бы хотелось к нашим тренерам обратиться, которые работают в муниципальных образованиях. Зовите ребят, занимайтесь. Но их раньше по школам ходили? Конечно. Мой первый тренер меня в школе нашел, говорит, пошли в футбол поиграем. А потом на лыжи поставил, и я оттуда уже не ушел. Вот это нормальный механизм, где ребятишки просто приходят. Не обязательно там, вот, давайте станем лыжником, а пойдемте просто поиграем. Пойдемте там эстафетки какие-нибудь подвигаем. Я думаю, здесь все-таки, опять же, Сережа, надо со школы начинать. Потому что мне кажется, сейчас вот физкультура сама по себе очень, как предмет, очень слаба в школах. Ну, как физкультура, нет, работают преподаватели. Я не хочу огульно о всех говорить, но есть, есть на местах, как говорят, недостатки. Конечно, да, есть. Опять же, от людей зависит. Есть преподаватели, которые просто отлично работают, им это интересно, опять с любовью подходят к своему делу. А есть, ну, которые, ну, как-то так, спустя рукава, можно так сказать. Вот вам мячик играете. Да. Но это так и должно быть. Вернемся к нашей сборной. Как она выглядит на фоне остальных регионов? Несмотря на то, что вот есть проблемы, как вы сказали, но они есть у всех. А в целом? Ну, в целом... Результаты обнадеживающие, так вы сказали? Да, я скажу, пока раскрывать все карты не буду, но мы находимся на лидирующих позициях. И 20 апреля будет... Тогда сейчас еще вот такой вопрос. Можно ли уже говорить о том, что югорчане будут представлять Югру и Россию на Олимпиаде в Корее? Пчончане, где уже был. Ну, у нас очень много кандидатов из Югры, которые будут проходить официальный отбор, и уже они заявлены. Полный список у нас на сайте висит, я сейчас на этом заострять внимание не буду. Но очень много ребят и девчат, которые являются кандидатами в сборную команды России для выступления на Олимпийских играх в Корее. Вот, и все будет зависеть от них, как они пока будут показывать результаты по сезону. И я думаю, шансов очень много у наших ребят. И вообще у меня мечта была, чтобы эстафетную команду представляли только югорские лыжники или лыжницы. Ну, будем поддерживать и болеть за наших. А есть традиции, когда, как в песне у Митяева, лыжи у печки стоят? Есть какая-то традиция завершать по-особенному сезон у сборной Югры по лыжным гонкам? Ну, есть. Это югорский лыжный марафон. А, вот такая. Я тут думал, чаепитие, печеньки, конфеты. А после этого чаепитие и там завершение сезона. Сергей, большое спасибо. Огромный привет и пожелание успехов и удачи на всех стартах передавать нашим ребятам хорошо. И большое спасибо за то, что нашел время для того, чтобы прийти в нашу программу. У нас хорошего дня. От вас болейте за наших. Югра чемпион, товарищи. Оле Югра, Оле Россия.